Продолжалась я в России, но большую часть своей жизни я жила в другой стране. И даже там эта тема не обошла меня стороной. Если я приехала туда изучать музыку, то среди моего окружения есть семьи и потомки эмигрантов, которые были вынуждены эмигрировать, спасаясь от репрессий. Приехав в Москву, придя в музей, я столкнулась с этой темой несколько глубже. Меня особенно затронула история Беллы Драгунской, которая была арестована как жена изменника родины. Они мужа в 1938-м стреляли, а ее приговорили к восьми годам лишения свободы. И их четверо детей остались предоставлены сами себе. История того, как она, следуя поезде эшелоном из Ростова, написала своим детям письма. За неимением бумаги она написала их на холщевине собственной одежды и сбросила эти письма из окна поезда. К счастью, нашелся добрый человек, который подобрал эти письма и доставил их ее детям. Это был подвиг, потому что человек, который это сделал, рисковал своей судьбой. Это действительно передает весь ужас времен, в которых жили эти люди. Мне кажется, что в наше время, когда все так доступно, и мы порой забываем, как недалеко все это было, и как трагически складывались судьбы людей, мне кажется, это так важно помнить и знать об этом, чтобы таких вещей не повторялось и чтобы мы сохранили свою человечность.